С бюджетом в огромные 187 миллионов, фильм «Дерминатор 3» заработал более 400 и, к сожалению, был просто зарабатыванием на популярном названии. Здесь нет никакого Кайла Риза, нет той самой Сары Коннор, только лишь лёгкое её упоминание, и, к сожалению, нет именно того самого Джона Коннора в исполнении Эдварда Фёрланга, как было во второй части. Ну и также режиссёром не был Джеймс Кэмерон. Кинокомпании «Колумбийские картинки» и «Картинки братьев Уорнеров» давно хотели сделать продолжение второго «Терминатора» и денег с франшизы, но режиссёр Джеймс Кэмерон отказался продолжать «Терминатора», как и Шварц. Но всё-таки Шварц согласился сниматься в третьем «Термике» не только ради рекордных 30 миллионов за роль и 20% с прибыли сопутствующих товаров, но и ради сильного толчка и популярности на выборах губернаторы Калифорнии. Так как Шварц получил гигантский прирост голосов благодаря именно выходу «Терминатора-3» и даже стал губернатором Калифорнии с 2003 по 2011. Подробнее, кстати, про политическую карьеру Арнольда Шварценеггера я рассказывал в отдельном ролике, кому интересно, ссылка будет в описании. Также про Шварца есть очень много роликов про его биографию, а также про биографию его детей. К роли Шварц начал готовиться ещё за полгода, чтобы максимально хорошо выглядеть голышом, так как 54-летнему Шварцу, как и во второй части, вновь тут пришлось входить в бар с голым торсом. Шварц также имел право выбора режиссёра для фильма, одобрение всех актёров, работников отдела макияжа и так далее. Также, как сказал Ник Стал, игравший Джона Коннора в «Третьем термике», Шварц на съёмках в любой момент мог сказать «Я закончил», затем он садился в свою машину и уезжал, и вся съёмочная группа и актёры заканчивала съёмки на этот день. Дублёром Шварца, как и в первой и второй части фильма «Терминатор» и в последующих частях, был Билли Лукас. Он же сыграл маленькую роль злого водителя в «Терминаторе 3». Из тебя нет страховки, я тебе яйца оторву. Единственные, кто здесь есть из прошлых частей фильма «Терминатор» — это Шварц и Эрл Боуэн, игравшие психиатра. Также в сценарии изначально был написан, что появляется в третьей части «Терминатора» персонаж Лэнса Хенриксона, который выжил после перестрелки первой части, и он должен был быть прикован к инвалидной коляске, но, к сожалению, в итоге его персонажа полностью из сценария выпили. Фильм номинировался на премию «Сатурн» как лучшая научная фантастика за макияж и спецэффекты, а Линда Хэмилтон отказалась от появления в «Терминатор 3», так как по изначальному сценарию роль Сары была почти нулевая, и она умирала примерно в середине фильма. Сара Коннор была кремирована в Мексике. Её друзья разделили её прах над морем. Далее роль Сары Коннор предлагалась её сестре-близнецу Лесли Хэмилтон Гиран, которой играла Сара Коннор в парочке сцен в фильме «Терминатор 2». Но она, видимо, отказалась, и Сару Коннор в «Третьем термике» изначально сделали умершей. Отчего она умерла? Лейкемия. А Эдварда Фёрланга, игравшая во второй части Джона Коннора, я думаю, даже и не рассматривали на роль Джона, так как у него были проблемы с запрещенными веществами, и он в любой момент мог сорвать съёмки. К сожалению, Эдварда Фёрланга не будет и в последующих «Терминаторах», даже и в шестой части, хотя лично мне очень бы хотелось, чтобы он появился хотя бы хоть в каком-нибудь уже «Терминаторе». Здравствуйте, Лариса Ивановна! Это Валико! На роль Джона Коннора в «Третьем термике» пробовалось огромное количество актёров, включая Криса Кляйна, известного по роли Оза в «Американском пироге», но в итоге остановились на двух актёрах – Шейн Уэст или Ник Сталл. В итоге новым Джоном Коннором стал Ник Сталл. А изначально на роль Кэтрин Брюстер была выбрана София Буш и даже начала сниматься. Но в итоге на ранних этапах съёмки режиссёр Джонатан Мостол заменил её на актрису Клэр Дэйнс, которая не успела никак подготовиться к роли и учила слова прямо на съёмочной площадке. Изначально «Терминатор Тиэкс» не был женщиной, и тогда на роль рассматривался Шакки Ло Нил и даже «Виндоуз Дизель». А когда уже решили, что Тиэкс – женщина, рассматривались Фанки Янсен, Квинит Пэлтроу и Рестлерша Чайна, ставшая порно-актрисой и умершая в 2016-м. Но в итоге роль получила Кристана Локен и номинировалась на премию «Сатурн» как лучшая актриса. Мне нравится эта машина. И для роли «Терминаторши Тиэкс» Кристи набрала около 7 килограммов мышц, а также одну ночь она снималась полностью обнажённой. В «Терминаторе 3» вы можете увидеть некоторые её прелести. Также для роли она посещала школу мимики, потому что роль «Терминатора Тиэкс» предполагает выражение эмоций не через слова, а именно через лицо. Ты не ты, когда голоден! «Терминатор Тиэкс» в этой части, даже когда никого нет, выражает эмоции. В прошлой части «Т-1000» выражал эмоции, находясь лишь рядом с людьми. И в этом был хоть какой-то смысл. Зачем Тиэкс выражает эмоции в третьем «Термика», когда никого нет, мне непонятно. «Терминатор 3» стал полным повторением второй части. Хороший мальчик и девочка бегут от жидкого плохого «Терминатора» и их защищает твёрдый хороший «Терминатор». А идею «Терминатора Тиэкс», как мне кажется, одолжили из фильма «Полицейские 2000», где была женщина-киборг-полицейский с названием «Ти-Си-2000-Х». Перед вами «Ти-Си-2000-Х». На пост режиссёра «Терминатора Ти» после отказа Джеймса Кэмерона рассматривались Джон МакТирнан, который режиссировал «Первый хищник», а также последний киногерой со Шварцем. «Арнольд Броншвайгер». Затем на режиссуру рассматривался Энг Ли, но он отказался и стал режиссировать, видимо, «Халка» 2003-го. Далее рассматривался Майкл Бэй, но он, видимо, был занят «Плохими парнями 2». «У меня зад до сих пор болит». «Я просто разгорячился, понимаешь?» Также рассматривался Ридли Скотт, но в итоге режиссёром стал Джонатан Мостов. Он же получил 5 миллионов за режиссуру «Терминатора 3». До этого он режиссировал фильм «Похитители тел» из Беверли-Хиллс 89-го, «Полёт чёрного ангела», «Авария 97-го» с Куртом Расселом, «Ю-571», получивший «Оскар» за звуковой монтаж, «Суррогаты» 2009-го с Брюсом Уиллисом и «Время псов» 2017-го с Сэмом Уортингтоном. По слухам, режиссёру первого и второго «Терминатора» Джеймсу Кэмерону не понравилась режиссура третьего «Термика». Также Шварц извинялся перед ним за то, что в итоге согласился на роль. Кстати, если кому интересно, обзор фигурки «Терминатора», которая у меня стоит вот здесь вот, можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Одновременно с выходом фильма «Терминатор 3» вышла и игра на различных игровых платформах. На Клейстейшн 2 это был щитер от первого лица. В третьем «Терминаторе» был добавлен юмор, которого не было ни в первой, ни второй части. А также были непонятные новые эмоции нового жидкого «Терминатора». Об этом как раз таки и расскажу в поминутном разборе фильма. В 25.50 нам показывают, что женщина-терминатор вновь из жиденького металла, и тут ничего нового создатели так и не придумали. Даже в пятой части «Терминатора» опять был «Терминатор» из жиденького металла, и Джон Коннор из жиденьких «Ананно-ботов». В этом смысле со времен «Терминатора 2» абсолютно никак не продвинулись дальше сценаристы. На 32.28 повторение второй части. Плохой термик на большом грузовике, а хороший на самотыкле. На 36.37 вместо «Гет Аут» здесь На 38.05 Джон Коннор ведёт себя как неумный, специально, чтобы объяснить зрителям, что это другой терминатор, и спрашивает. Во второй части, ведь он своими глазами видел, как тот терминатор был спущен в кипящий металл. Соответственно, он ничего не может помнить, и это совершенно другой терминатор. А почему у него внешность того самого терминатора и второй части, показали в удалённой сцене терминатора 3. Ну и также сказал об этом сам терминатор. Все мальчики любят терминатор, но нужна более широкая аудитория девочек для фильма «Терминатор» и поднятия его кассы. Поэтому в фильм добавили плохого терминатора, который играла девочка, а также хорошую девочку, которая оказывается будущей женой Джона Коннора. И в этом фильме не Джон Коннор даёт команды терминатору, а именно девочка. Нужно найти Кэрлен Брюстер, она твоя жена. Я запрограммирован выполнять ваши приказы. Так наши, её приказы. На 56.50 в Терминаторе 3 здесь фраза, похожая на то, что было в прошлых частях. Только здесь она звучит как... Хочешь жить? Залезай! Пойдём со мной, если хочешь жить. Иди за мной, если хочешь жить. Поехали, если хочешь жить! На 1.13.30 схожая сцена со вторым термиком, когда фальш Сара выбежала. Осторожней! Готовь, Джон! Без тебя! В Дерминаторе 3 терминатор с вагиной, так же как и во второй части, вращает головой и туловищем, и меняет поворот тела. Это же повторили в фильме Терминатор Генезис. В конце Дерминатора 3, как и в первом термике, от плохого термика остаётся лишь верхняя половина, которую уничтожают. На 1.34.30, как и во второй части, перед уничтожением термик превращается в тех, кого использовал ранее. Тут также термик превращается в лицо... В листобля... В лицо Кристаны Локен. И опять тут какая-то непонятная, ненужная эмоция терминатора. На то, что терминатору не нужно выражать свои эмоции, моргать при выстрелах, создатели здесь наплевали. На 1.34.40 термик говорит фразу, что и Сара Коннор в первой части, перед уничтожением терминатора. На 1.400 говорят, что Скайнет это ПО в киберпространстве, и не было никакого одного ядра, который можно было отключить или уничтожить. Скайнет это киберпространство и программное обеспечение. Это расширили фирме терминатор 5 и сделали скайнет приложением, которое было бы у всех на планшетах. Однако также в терминатор 5 сообщили, что ядро скайнет уничтожено. Центральное ядро скайнет уничтожено. Повторяю, ядро уничтожено. Не было никакой сердцевидной системы. Сами себе противоречили. Удаленных сцен в третьем терминаторе, наверное, было много, но официально существует всего лишь одна. В ней главы СРС смотрят промо-ролик рекламы терминаторов и их технологий. Показывают сержанта Уилла Кэнди, которого играл Шварц, и тот говорит, что его выбрали в качестве образа терминатора. Но голос у сержанта Кэнди деревенщины. Один из начальников СРС говорит, что не уверен насчет его акцента. А другой сотрудник говорит голосом Шварца, что они могут его поправить. То есть все термики Т-800 основаны на образе сержанта Кэнди, а говорят они голосом сотрудника СРС. Теперь расскажу про главных актеров фильма Терминатор 3. Николас Кенстал, известный как Ник Стал, играл Джона Коннора в Термике 3. Ему на апрель 2019-го 39 лет, а родился он 5 декабря 1979-го в Техасе, США. Он хотел стать актером еще с 4-х летнего возраста. А первым его появлением на большом экране стала сразу главная роль в фильме «Человек без лица» 93-го, в котором также и играл Мел Гибсон, который стал режиссером этого фильма. Это была первая режиссерская работа Мела Гибсона. Нику Сталу тогда было 12 лет, и за роль в этом фильме он номинировался на премию Young Artist Awards. Далее Ник играл в фильме «Легенды Дикого Запада» 95-го с Патриком Суэйзи, «Непристойное поведение» 98-го, играл крошечную роль в фильме «Тонкая красная линия» 98-го же, где роли очень многих персонажей сильно порезали и вообще многих удалили из фильма. Далее Ник Стал играл в фильме «В спальне» 2001-го, вместе с Сиси Спейсок, который вы можете помнить по роли в фильме Кэрри 76-го. Далее Ник играл в фильме «Садист» 2001-го с Брэдом Ренфро. Сам Ник сказал, что его зря выбрали на эту роль, так как он своим типажом не подходит на ту роль, которую он играл в фильме «Садист». Далее, к своему полному удивлению, Ника Стал выбрали на роль Джона Коннора в фильме «Терминатор 3», где он погрузился полностью в мир огромного бюджета и гигантского размаха съемок. Затем Ник Стал играл «Желтого ублюдка» в фильме «Город грехов» 2005-го, хотя изначально эту роль должен был играть Стив Бушеми, но Стив ушел со съемок из-за ссор на съемочной площадке с режиссером. Грим «Желтого ублюдка» в «Городе грехов» занимал ежедневно около двух часов для Ника Стала. Далее он играл в фильме «Зеркала 2» 2010-го, который выходил сразу на видео, в фильме «Изнутри» 2011-го и многом другом. С 2009-го Ник женат на Роуз Мерфи и у них есть ребенок. Но Ник и Роуз не живут вместе еще с 2012-го года, хотя официально они все еще расписаны. Пару раз Ника арестовывала полиция за совершение непристойных действий в магазине по продаже фильмов для взрослых, а также за хранение метамфетамина. Ник Стал сказал, что сам хочет написать и снять фильм, и ему нравится жанр семейных драм в стиле фильма «В спальне» 2001-го. Бисексуалка Кристана Локен играла терминатора TX в «Терминаторе 3». Ей на апрель 2019-го 39 лет, а родилась она 8 октября 79-го в Нью-Йорке, США. Она работала моделью, а в 1994-м появилась в сериале «Как вращается мир». Затем появлялась в различных сериалах, включая «Закон и порядок», «Новые приключения» Спермана, «Парень познает мир», «Золотые крылья Пенсаколы». Получила роль та же в сериале «Смертельная битва. Завоевание» 98-го, который был отменен после первого сезона. Кристане на момент съемок было около 18 лет. Каждым из нас живет пламенная душа воина. Про сериал «Смертельная битва. Завоевание» я, кстати, делал ранее два ролика. Кому интересно, ссылки на них будут в описании. Затем Кристана получила роль в «Термике 3». Мне нравится эта машина. В 2005 году снялась у режиссера Уви Болла и играла главную роль в фильме «Блад Рейн», который основан на одноименной игре. За роль Кристана номинировалась как худшая актриса. Фильм также номинировался как худший. Уви Болл номинировался как худший режиссер и так далее. Худшим фильмом тогда стал «Основной инстинкт 2». Про «Основной инстинкт», кстати, есть ролик на канале. «Вытащи руку из кармана! Вытащи!» А Кристана на съемках «Блад Рейн» познакомилась и стала встречаться с бисексуалкой Мишель Родригес. В 2007 Крисе снялась вновь у Уви Болла в фильме «Во имя короля. История осады подземелья» вместе с Джейсоном Стейтемом. Фильм основан на игре «Данжон Сидж». На этот раз Уви Болл получил премию «Золотая малина» как худший режиссер. Фильм также номинировался как худший, но худшим тогда стал фильм «Секс-гуру 2008» с Майком Майерсом. В 2008 Кристана вышла замуж за актера Ноа Денби, с которой вместе снималась в сериале «Победившая боли», где Кристана играла главную роль. Позже они в 2009 уже развелись и Кристана начала встречаться с девушкой. В 2014 Кристана снялась у режиссера и актера Александра Невского в фильме «Черная роза». А в 2016 вышел фильм «Вне игры» с Кристаной Локен и еще огромной кучей звезд боевичков 90-х. В 2016 Кристана родила мальчика по имени Тор. Папой Тора стал возможно просто донор сперми, а возможно полноценный парень или как его называет Кристана, просто партнер по имени Джонатан. «Друг Джонатан приехал из Голландии». В 2017 iCloud Кристаны взломали и ее личные фото были выложены в интернет. Она очень красивая, как оказывается, не только сверху, а снизу она не бреет, а полностью удаляет волосы. Там у нее абсолютно гладко и нет следов от бритья бритвой. Феминистка Клэр Кэтрин Дэйнс играла Кэтрин Брюстер в Терминаторе 3. Ей на апрель 2019-го, так же как и Кристане и Нику Сталу, 39 лет. Но 12 апреля 2019-го будет 40. Так как родилась она 12 апреля 1979-го в Нью-Йорке, США. Когда выйдет этот ролик по Терминатору 3, Клэр как раз таки уже будет 40 лет. Клэр училась на психолога, но бросила институт и стал работать в театральных постановках. На больших экранах она появилась впервые в фильме «Маленькие женщины» 1994-го, за роль в котором она номинировалась на премию Young Artist Award. Далее она снималась у актрисы и режиссерки Джоди Фостер в фильме «Домой на празднике» 1995-го, которая позже рекомендует Клэр на роль Кларисы в фильме «Ганнибал». Про Ганнибала Лектора и Молчание Ягнят есть, кстати, большой ролик на канале, ссылка на него будет в описании, очень интересно, можете глянуть. Затем Клэр Дэйнс играла Джульетту, в фильме которой весь в стихах, под названием «Ромео плюс Джульетта» 1996-го. Как говорят, Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс не ладили на съёмках, а Клэр говорила, что Леонардо несерьёзно относится к роли. Далее Клэр пробовалась на роль Роуз в фильме «Титаник», пробовалась на главную роль в фильме «Лолита», про «Титаник», кстати, есть отдельный ролик на канале, а про «Лолиту» я рассказывал в ролике про романтические фильмы 90-х. Затем Клэр пробовалась на роль в фильме «Прерванная жизнь» 1999-го, но роль тогда получила Анжелина Джоли. Затем Клэр запретили въезд на Филиппины за то, что она сделала уничижительные замечания в адрес страны. Далее Клэр снималась в фильме «Игби идёт ко дну» 2002-го, «Часы» 2002-го же, «Дерминатор 3» 2003-го, «Звёздная пыль» 2007-го, получила «Золотой глобус» как лучшая актриса за роль в фильме «Темпл Грандин» 2010-го, а с 2011-го она играет в сериале «Родина», за роль в котором она уже два раза получила «Золотой глобус». С 2009-го Клэр замужем за актёром Хьюи Дэнси, с которым у них уже двое детей. Хочу сказать отдельное спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon Сергею Чернову, Серёге Шелесту, Сергею Миняйлову, Иву Виес и Кислову Владиславу. Спасибо, ребят, что постоянно поддерживаете. И я уже начал делать уникальный музыкальный ролик про одну из групп, которую дал на выбор на Patreon. Также хочу сказать спасибо тем, кто также поддерживает меня на сервисе Patreon. Спасибо, ребят, всем большое за поддержку. С бюджетом в огромные 187 миллионов фильм «Дерминатор 3» заработал более 400. И, к сожалению, «Дерминатор 3» был... С бюджетом в огромные 187 миллионов фильм «Дерминатор 3» заработал более 400. И был... Ну, чё я забываю? Её в рот ещё. Камера заебала, сука, блин. Одновременно с фильмом «Терминатор 3» вышла и игра... Одновременно с фильмом «Терминатор 3» вышла и игра на различных игловых платформах. Игловых платформах. Справерка жуга, что ли, сдаш, крыш, суда, скорей, скажи что-нибудь в этой скрышке.